Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире вышел в свет 31 номер еженедельного журнала Вестерн Армения. В Баку прибегает к очевидным жип, чтобы показать, что якобы армянские церкви и кладбища не пострадали. В Москве состоялся концерт ансамбля традиционной песни и танца «Карень». Второй – отечественный спутник. В США с нетерпением ждали Государственный симфонический оркестр Восточной Армении. Армянские шахматисты лидируют на чемпионате мира среди молодежи до 20 лет. Вышел в свет 31 номер еженедельного журнала Вестерн Армения. На обложке нового номера фотография города-крепости Ухтист. 24 мая исполнилось 11 лет со дня основания Национального собрания Западной Армении. В 31 выпуске вашему вниманию представляем повестка дня 22 заседания Национального собрания Республики Западная Армения. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. В рубрике «Армяне и армянская» можно ознакомиться с аресой – блюдом, занимающим особое место в армянской кухне, с историей жизни мучеников Западной Армении, также с рядом прочим интересными темами. Армянскую, английскую и французскую версии журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Сколько бы Баку не пытался продемонстрировать свою якобы толерантность, сотни разрушенных армянских памятников говорят о агрессивном характере. Об этом предупреждает академическая платформа Monument Watch. В 2020 году враг начал активно демонстрировать фотографии армянской церкви Срубрикор Лусаврич в центре Баку, демонстрируя этим, что толерантен. Если до 2023 года распространением этих тезисов занимались официальные СМИ, то теперь этим стали заниматься многочисленные бакинские медиа-личности, публикуя небольшие видеоролики. Однако Баку не демонстрирует руины, разрушенные и поврежденные армянские церкви, кладбища в историческом утике, десятки армянских деревень на прилегающих территориях. В видеороликах церкви, построенные до XIX века, называются албанскими. Армянскими являются только церкви, построенные в XIX веке. Бакинская сторона также распространяет пропагандистскую ложь. Якобы армяне оказались в регионе только в XIX веке. Помимо церквей, в видеороликах важное место отводится армянским кладбищем. Показаны захоронения в хорошем состоянии, сделанные в советские годы и в конце XIX века, как доказательство, что, несмотря на конфликт, азербайджанцы не повредили и армянские кладбища. Таким образом, академическая платформа утверждает, покуп прибегает к очевидным же, чтобы показать, что якобы армянские церкви и кладбища не пострадали. В Москве составился концерт ансамбля традиционной песни и танца «Карин». В концерте приняли участие действующие в Москве традиционные армянские танцевальные ансамбли «Ныждэ» и «Кайт». Художественный руководитель ансамбля традиционной песни и танца «Карин» Ани Генусян, выразив благодарность танцевальным коллективам за их деятельность, отметила, распространяя традиционную армянскую культуру, вы являетесь пионером эмиссии, которая положит путь к идентичности. Учителем идентичности был Гагик Генусян. В ходе концерта прозвучали отрывки из стихов по рулю Сывака и Амоса Агьяна, посвященные 100-летию и 110-летию великих писателей. Космическая лаборатория «Базумг» работает над вторым отечественным спутником. По сравнению с первым, второй в шесть раз больше по размеру и будет оснащен камерой. На этот раз поставлено две задачи – приобрести знания и опыт работы с оптическим оборудованием на орбите, испытания компонентного спутника армянского производства в космосе, По предварительным расчетам, спутник будет готов к полету в конце 2026 года. Спутник «Айасад» первый перешел в режим звукового сигнала и успешно транслирует из космоса мелодию «Комитас Каковик», которую сейчас принимают и слушают разные радиорубители. Спутник запустили в космос 1 декабря 2023 года. Концерты Государственного симфонического оркестра в Восточной Армении и США слушатели ждут с небольшим воодушевлением. Все билеты на концерт оркестра 29 июня распроданы. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Самбадяна с 26 по 29 июня оркестр выступит с гастролями в Соединенных Штатах Америки. В трех самых престижных американских концертных залах будет звучать великолепная музыка Арама Хачатуряна. Завершился восьмой тур чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет. Шахматисты, представляющие Восточную Армению, являются одними из лидеров чемпионата. Мамикон Гаребян и Радик Макарян набрали по 6,5 очка и делят первое место с двумя спортсменами. В женском первенстве Мария Макарча набрала 6,5 очка и на полочка отстает от Диви Дешмук. До конца чемпионата осталось три решающих раунда. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!